Расскажите еще свою биографию, как вкратце. Я просто хотела бы узнать, из какой вы семьи, у вас есть всякие тейпы, насколько ваш важный, не знаю, где в такой части этой хиерархии все и находитесь, чем в Кадыровской хиерархии. И вообще нигде мы не находимся, ни фамильного, ни тейпового, вообще никак. Я вообще сам родился в Грозном. В 85-м году, то есть перестройка, Советский Союз практически не застал, был очень маленький. Где-то период с начала 90-го до 93-го года прожил вот это время в селе, пока был жив мой дедушка. Он был тяжелый, он был очень, он был долгожитель, 100 с лишним лет ему было. И, в общем, как только он умер, мы его похоронили и сразу вернулись обратно в Грозный. И все, с тех пор жили в Грозный. Я вообще родом, я из высокогорного села Большие Воранды. Это Шатойский район. Тейп мой тоже Ворандо, так и называется, одноименно с этим селом. Мы, семья наша никогда не была не в всяких обкомах, райкомах и так далее. То есть мы, наоборот, были всегда такими врагами, врагами народа, да, когда так называли. Мой отец, человек, который очень большую часть своей жизни отсидел в тюрьме. Отсидел по политической статье антисоветская деятельность. Был приговорен к смертной казни, затем был помилован и отсидел 18 лет. И мой отец был очень... Он был как бы просто оппозиционистом тогда, ну как бы, что он за что его... Он был активным противником советской власти. Активным во всех ее смыслах, просто. Вооружен и опасен. И поэтому, в принципе, он и был приговорен к смерти. Но затем он был помилован. И срок был... Казь была изменена на колонию строгого режима. Но он кого-то убил? Я не знаю, убивал ли он, да, но он сопротивлялся. То есть он еще, начиная с Казахстана, пока мы были там, он был противником и дворцом советской власти. Поэтому, когда он вернулся и освободился из тюрьмы, только тогда он завел семью. И между ним и моей мамой 17 лет возраст, то есть разница, да, и мой отец был старым человеком. Он был очень больной человеком. Он умер от многочисленных болезней, там, очень букет целый, там, гипертония, диабет, инфаркты. И, в общем, тяжелая жизнь казалась. Поэтому мы никогда не были в какой-то системе властной, так скажем. Никогда с ней не работали и не сотрудничали. Когда пришел Дудаев, да, тогда мой отец стал политическим деятелем. И он был в этой системе, он был. Я тогда помню, что мы, там у нас была такая гостиница «Кавказ», прямо рядом находилась с Саумином напротив Рисковым. И я помню, как тогда я, мой отец брал меня иногда с собой, и тогда приезжали, ну, это буквально вот уже война, где-то там уже бомбят, это такое время. И приезжали различные делегации с разных стран, европейских, там, журналисты, вот, очень много людей. И часто происходили встречи в этой гостинице «Кавказ». И я помню, как мой отец иногда брал меня, и вот этих вот людей, Гендербиева, Зелимхана, я помню, как Гендербиев Зелимхан дал мне 10 рублей. Ну, у нас так принято, да, детям делать подарки, когда отец, они были друзьями с Зелимханом, и когда Зелимхан увидел меня, он дал мне 10 рублей. В общем, мы были всегда в этой, уже в этой системе. Вы старший ребенок в ваших семьях? Сейчас да, сейчас да. У меня было еще два старших моих брата, но их нет, они погибли. Один погиб в 96-м году в тюрьме. Это мой самый старший брат. Он воевал, и потом просто его погибли. Нет, тогда еще войны не было. Он сел еще в 80-х годах. Ну, там тоже антисоветская деятельность, тоже, конечно, но там уже молодость, там, ограничившаяся такими, немножко криминальными такими моментами. А мой старший брат, который я сгибил, но и самым старшим, его убили российские солдаты. Его, и у нас разные матеря, его, и его тетю по матери, они убили в его доме, в Грозном, их обоих, и сожгли. И мы похоронили небольшую часть его туловища, то, что у него осталось. Это было в 2001 году. Поэтому сейчас остались только мы двое, я и мой младший брат. Мы от одной матери. У нас одна мама. Войну вы как пережили? Войну я... Я, значит, первую войну... Как я уже говорил, отец был ранен, мы переезжали из Урус-Мартана. Из Урус-Мартана я на какое-то время уезжал в Назрань, но это только я. Не семья, а я один. Я был там со своим дядей, братом моей мамой. Это все было время, когда нужно было ходить в школу. Да, вот я как раз из-за школы уехал в Назрань, и там пошел в четвертый класс. В Грозном я был в третьем классе, а учебная программа третьего класса в Грозном в Назрань была учебная программа четвертого класса. И там я как бы пошел четвертый, окончил его там, и вернулся, и уже в Чечне пошел в пятый класс. А вторую войну в 99-м году, 21-го октября, нанесли вот этот ракетный удар по центральному рынку Грозного, и на следующий день, 22-го октября, опять я с дядей, тоже не семья, а я один, выехали в Назрань. Мы тогда выезжали, чтобы снять квартиру, что-то там обустроить, и потом семью забрать, но как только мы выехали, границу закрыли, и после этого уже никого не пускали в душет. Была целая колонна, потом колонну там разбомбили. И, в общем, активную фазу второй чеченской я тоже переждал в Назранье. Вернулся в Грозном, я тогда, мы вернулись в марте месяце, уже 2000-го года, но тогда жить в Грозном было невозможно. Еще развалено, развалено, и еще где-то бои даже шли. И мы обратно уехали, потом, по-моему, в апреле мы обратно вернулись, и опять в Грозном нельзя было жить, ну, все было разбито. Мы жили тогда... Младший брат просто был маленький, поэтому он с вами не поехал, да? Он остался с матерью там. Да, он остался с матерью и мамой. И вот уже в 2000-м, мы какое-то время пожили в родовом селе моей мамы, старых Атагах. И потом оттуда уже я со своим родственником приехал в Грозный, почистил там одну комнату, как-то привел ее в порядок, забил клеенки на окна, и мы переночевали там, я помню, одну ночь ужасную, когда в пизде стреляли. И вот потом после этого мы обратно вернулись в Атаги, потом второй рейс опять почистили. В общем, вот так переехали потихоньку в Грозный. Тогда не было ни газа, ни света, ничего из этого не было. Мы на улице сделали какую-то печку из кирпичей, и вот в целом дворе жило несколько человек. русская семья, татарин, мы, и одна чеченская адвокатша. Вот мы так вот четыре, из таких, ну даже неполноценной семьи, так скажем. Мы вот так на улице что-то там были, на дровах вот так отложили. И с тех пор все время жил в Грозном. Но уже я очень рано начал работать. Я помню, поначалу я занимался, у меня была точка, где я продавал кассеты. И тогда был центральный рынок, и вот у меня была точка, был такой проигрыватель, были две большие колонки, и я вот включал музыку. И тогда у нас был очень популярен певец Тимур Муцураев, который пел песню про войну. Вот на Тимуре Муцураеве я делал такие свои первые заработки. Потом я перешел немножко на новый уровень, у меня уже не было точки, я начал завозить кассеты из Муцураев, и там была студия. Я ездил туда, покупал оптом эти кассеты муцураевские, а это было опасно, муцураев возить в Чечню. Я вот упаковывал несколько ящиков в Муцураевом, сверху забивал их какой-то чеченской эстрадой, там танцевальной, ну чтобы российские солдаты там если что подумали. И вот так вот привозил их в Чечню и по точкам уже продавал. Я тогда был еще несовершеннолетний с точки зрения светского права, то есть 18 лет мне еще не было. Вот, потом я потихоньку, я уже тогда, я еще 2000-м поступил в техникум, в котором я так учился, ну, как сказать, посещал техникум информатики и вычислительные техники. Я отучился на программиста. У меня были уже навыки немножко с компьютером, я дружил. И я... Ну, какая могла быть учеба грозная? Люди должны понимать, что никто там не учился. Я просто там приезжал на какие-то сессии где-то деньгами, где-то там как-то утрясал эти свои вопросы. В общем, получил я в 2004-м году этот диплом. Пока я учился там, в 2003-м году я уже вышел на работу в такую фирму, которая занималась продажей компьютеров и предоставлением услуг, там, набор текста, Xerox. Там я немножко подтянулся, научился собирать, разбирать компьютер, устанавливать на него Windows. На тот момент, в 2003-м году, это был суперпрограммист уже для людей, который такие вещи делает. Там у меня был немножко карьерный рост, я стал начальником отдела продаж. И вот, когда я получил этот диплом, я тогда поступил на работу в электросвязь. Это был на тот момент, ну, это была очень крутая организация. Ну, тоже было, наверное, мало людей вообще с какими-то дипломами. И там был вот этот мой знакомый, который работал инженером вычислительного центра, обычным работником. Он меня порекомендовал, и я пришел с этим своим дипломом, показал его. Там был тогда руководитель Шатая Абдулла, такой строгий, он у меня так посмотрел, с каким-то трудом так он согласился, как мне показалось тогда. Оказывается, это была у него такая игра. В общем, я пришел туда инженером в группу новых технологий. Я бегал там, устанавливал эти Windows, обслуживал эту технику. Отработал там два года. За два года я там тоже дал карьерный рост. Я стал системным администратором. То есть я год проработал электросвязи, потом была Чеченская сотовая связь. Это дочернее предприятие. Перешел туда. Это практически одно и то же. Там я уже стал, доработался до старшего системного администратора. Уже я начал администрировать сеть интернета. А тогда интернет в республику давали только мы. Мы были настолько крутой организацией тогда, которая... У нас был безлимитный интернет, можно было. На тот момент это просто чудо. Как это так, интернет? И вот я быстро очень подтянулся по этой теме. Затем произошел с ними конфликт у меня с руководством. И вот всю нашу команду оттуда, всех, кто меня привел на работу, всех нас уволили. Ну, не уволили, мы все ушли, поругавшись с ними. Затем у меня был с ними суд, который я выиграл. Получил у них компенсацию за это. И вот в 2010-м... За это время я, естественно, потом еще поработал на разных... Там была фирма по продажам автомобилей. Там какое-то время поработал. Затем в 2008-м году я устроился в Билайн. Это оператор сотовой связи. С 2008-го в 2012-й я работал в Билайне. Тоже небольшой карьерный рост там был. За это время, что я... А я сразу в 2004-м году, как окончил техникум, сразу поступил учиться в институт. То есть в 2010-м году я уже получил диплом высший, уже по связи, специальность. И вот в 2010-м году, в 2012-м, то есть, году, все это руководство электросвязи, которым мы себе посолили, его оттуда сметают. Сметают, и на его место приходит тот человек, который принимал нас на работу. Ну и, естественно, мне поступает предложение перейти туда на уже более такую руководящую должность. Тогда это была должность заместителя начальника городской сети телефонной. А начальником тогда был русский парень Игорь Шмаков, который тоже был не кроме того, он тоже приглашен. И я его заместителем прихожу, перехожу туда на работу в 2012-м году. И вот с 2012-го уже по 2015-й, там тоже происходят некоторые кадровые перестановки, я там тоже даю рост, и в итоге я дорабатываюсь до заместителя генерального директора и руководителя службы. Но я в этой должности поработал только месяц, потому что я встретил Ислама Кадырова. Ужас какой! Вынужден был уезжать. Так бы спокойно, живой. И в итоге меня оттуда уволили по статье, как за прогул, потому что я вынужден был без предупреждения покинуть республику. В общем, там побоялись как-то иначе меня уволить. Я как бы прочитала, конечно, про вашу историю и про то, как вас Ислам Кадыров похитил. Но у меня сразу первый вопрос возник. Не была ли эта ситуация как бы следствием другой ситуации? То есть как бы вы... Была ли это случайность? Да. Я убежден в том, что да. Она была абсолютно случайной. Это была вот прям бытовая такая просто встреча на дороге. Это невозможно было подстроить так, чтобы вот так мы с ним на дороге случайно встретились. Понимаете? Это была абсолютная была случайность. И причиной этому явилась моя борода. То есть мой внешний вид. На тот момент... Нет, просто никто в это не верит. Как бы действительно тяжело в это поверить. Вот это меня тоже удивляет. Почему в это тяжело верить, если в интернете есть очень много материалов, где сам Рамзан Кадыров собирает молодежь, трогает их вот так, лица их за бороды и спрашивает, вы почему вот так вот ходите? Он говорит, вот так ходить нельзя. Он собирает республиканского масштаба совещания, на котором присутствуют все силовики, и объясняет им, что нельзя сбривать усы, когда носишь бороду. То есть на уровне республиканского руководства обсуждаются чьи-то усы. Это в Чечне это нормально. У нас есть такой деятель, мэр города Аргуна. Он якобы раскрыл готовящиеся покушения на Рамзана Кадырова. С этим исламом? Где там ислам рассветился? Кадыров? Нет, это уже другая история. Это было в 2015 году. Это аргунские ребята. Они просто собирались где-то там в мечети, там молились. Я убежден, что эти ребята были абсолютно невиновны. И их проблема была в том, что они исповедовали, видимо, ислам не путинский, не тот, на который есть лицензия на использование от администрации президента в Кремле. И им подписали вот такой приговор. Сказали, что так, давайте сделаем с ними какую-нибудь другую историю, но вот так просто так их отпустить нельзя. И сказали так. Они готовили преступление, покушение на Кадырова. И вот Рамзан приехал, их всех простил публично. По телевизору, конечно, Кадырова. Да, по местному телевизору, Кадырова. Он их всех простил. Хотя, по идее, когда люди готовят покушение, это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это покушение, ну, это люди там заговор какой-то готовят. Но Рамзан у нас, оказывается, может прощать преступление. То есть он у нас и судья. Ну да, кому там этот кодекс российский интересно? Он им это прощает, хлопает по плечу мэра Аргуна. Видимо, под эту тему Ислам Кадыров тоже хотел, чтобы его тоже хлопнули по плечу. И вот, когда он как раз с этими мыслями ехал по проспекту Путина со своим кортежем, и тут ему сам Всевышний послал меня. И так получилось, что он заметил. Я почему говорю, что я убежден в этой случайности, он был шокирован. Это был 2015, да? Это было 4 ноября. Это какой-то даже праздник был, выходной день. Да, да, это какое-то там единство России. То есть в этот день какие-то там еще митинги были. То есть это вот такой день. После обеда я выехал, чтобы проведать, посмотреть, как дела на работе, заехать в детский сад и домой. И вот в этот момент я с ним пересекаюсь, а я вижу, что едет машина полиции, я ее пропускаю. Я же не знаю, что это, кортеж едет. Я вижу машины полиции, где-то вдалеке еще машины. Я начинаю переезжать, и он видит, а машина не тонирована, но там нельзя у нас тонированные машины, и он видит меня с моей бородой. Как нельзя тонированные машины, это значит что? Если у вас будет тонированные машины, то... ее заберут, ее заберут, а я могу оказаться в списке тех, кто хотел уехать в Сирию. Понятно. Ну и он вас останавливает, полиция. Нет, меня не полиция останавливает. Я пересекаю дорогу, а он, оставив все свои государственные важные дела, тоже поворачивает за мной. И на светопоре, где я остановился, он прям с 50 метров там, он устанавливает рядом со мной, так нагло машина, прям как резко так остановилась, и он, и с ним еще один сидит рядом, и он через этого сидит рядом, он так на меня смотрит, таким бешеным взглядом, и говорит мне стекло, чтобы я опустил. А я держал так руль, левой рукой я держал руль, я на него увидел, я опустил стекло, и он мне говорит, вот эту руку, говорит, убери. Я руку вот так убираю, отъедь, говорит, и остановись. А вы уже узнали его? Конечно, это у нас звезда. Я останавливаюсь, но я выхожу из машины, в этот момент еще там несколько машин, их было, это, 5 машин, наверное, всего. Там люди в черных формах, меня сразу, у меня была такая сумка маленькая, эту вот сумку с меня забирают, телефон забирают. При этом меня даже на тот момент, никто не обыскал. То есть, если бы у меня была там при себе граната, или оружие, или поезд, шахида, когда они любят всем завязывать, я мог бы там легко взорваться и вместе с Ламом Кадыром его собирали там потом. И вот первый вопрос, он мне сразу говорит, ты говорит, откуда? Я говорю, отсюда, местный. Я говорю, что ты такую бороду носишь? Ты что, не знаешь, что в республике такую бороду носить нельзя? А я ему говорю, нет, я никогда еще, ни от кого не слышал, что здесь, в республике, бороду носить нельзя. Я говорю, вот так открыто, об этом никто не говорил. Но я, конечно, знал, что нельзя. Но я знал, что ни российская конституция, которой они служат, ни чеченская конституция, которую они там приняли, не запрещает мне носить бороду. И когда я ему на это ответил, он сказал, ты лжешь. когда я говорю, тебе подъехал, ты вот так за рукой прятал, говорит, бороду свою, чтобы мне не показать ее. Ты, значит, говорит, знал, что ты... Но он, конечно, был прав. Я действительно знал, что носить бороду опасно, что бороду носить они не любят. Но неправда, что я ее прятал. Я просто держал в грудь. Это он немножко от себя. И, в общем, и далее в телефоне он сразу на моей галереи, сразу, то есть, интуитивно он вошел в эту галерею, начал там все проверять. И параллельно идут вопросы уже религиозного характера. Он там, походу, выявляет какие-то фотографии, видеоматериалы, демотиваторы. Например, что это были за материалы? Например, цитаты Дудаева, фотографии, цитата Дудаева, какое-нибудь видеообращение Масхадова. А там был какой-то один мем, про который вы говорили, что вот прям его очень как-то уж прям сильно разозлил. Там было много таких моментов, которые его очень разозлили. Но один из таких, который его очень разозлил, это был демотиватор на муфтия Теченской Республики, на духовенство, где якобы нарисованный имам, который читает проповедь прихожанам, так сидят прихожане, он читает якобы проповедь, стоя на Минбаре, и вместо пта у него так выходит как бы дисковод, и ему туда диск кладет рука, на которой написано Путин. И вторая рука как бы ей тоже помогает, там Кадыров. Это был один момент, который его очень сильно разозлил. И второй, это был видеоролик, где Рамзан сидит, собрав это совещание свое, и объясняет им, говорит, что они, говорит, дураки, не знают, говорит, что носить усы, говорит, это обязательно в исламе, говорит, их надо носить, а бороду, это просто желательно. А они дураки, говорит, обязательные усы убирают, а желательно бороду опускают. И после этого такая ставка идет, где из какой-то передачи, по-моему, американской, где ведущий из-за смешного голоса с своего гостя, он смеется. То есть такая ставка после этих слов, и тот начинает смеяться, захлеб. Ну, это был стеб над Кадыровым, этот ролик был таким стебом, и он, когда увидел этот ролик, он был в бешенстве, сказал, что ну, он там, в общем, перешел на нецензурную брань, что он оставит меня очень жестоко ответить за это. Он, конечно, знал, что не автор всех этих роликов, он их видел до меня очень много раз. Он знал, что это все гуляет по всем социальным сетям, что все это смотрят, все с этого смеются. Более того, то мнение, которое высказал Рамзан, оно настолько абсурдное, и любой человек, который хоть немножко... А вот он на самом деле это сказал? Это не было как бы... Нет, это он сказал на самом деле. Нет, конечно. Это на самом деле он сказал. А то, что он сказал, это, ну, даже школьник, который немножко знаком с основами религии, даже не знаком с основами религии, но просто вот в исламской семье человек вырос, он знает положение бороды и усов в исламе. То есть то, что говорит Кадыров, это настолько бред, и этот степ был настолько справедливым. А вы как узнали про то, что есть следствие? А я об этом узнал в декабре, в 20-х числах декабря, когда со мной связался заместитель начальника полиции Грозного, Дашаев Магомед, там есть такой, фигурирует во многих уголовных, есть, ну, скандально в таких темах, с пытками, с убийствами. Он со мной связался по WhatsApp и предложил мне помощь. Сказал, что, мол, ты хочешь вернуться домой? Я сказал, конечно, хочу. Окей, говорит, я готов тебе помочь. Я, говорит, сейчас там проведу некоторую работу. Ты, говорит, просто попал на людей очень тяжелых. Ты не должен уезжать. Мы бы здесь все, говорит, утрясли. Зря ты уехал. Видно, что ты ни в чем не виноват. Все тут нормально с тобой. Если ты хочешь вернуться, я, говорит, тебе помогу. Я с тобой чуть позже свяжусь. Хорошо? Хорошо. И и тогда я у него спросил, есть ли, какой тебе интерес в этом, почему ты хочешь мне помочь? А что он сказал, что он вот такой вот добрый парень, который очень любит делать добро, и он он видит, что я хороший тоже парень, как и он, и что я такой, как я, хороший парень, нужен ему в республике. В общем, такая тема. И он и тогда он мне ни слова не сказал про уголовное преследование. А я у него тогда спросил, а я когда понял, что он со мной на меня выходит, ну, начальник полиции, почему, я спросил у него, а в чем проблема, есть какой-то уголовный, он говорит, нет, нет, все нормально, просто хочу тебя помочь, ну ладно. и вот, а уже после новогодних каникул, где-то 11-го, наверное, я узнал, что есть уголовное дело. Я получил копию постановления о возбуждении, в котором была роспись того самого Дашаева, в которой они меня обвиняли, что я уехал в Сирию, если дословно привести эту... А когда они вам это выслали, этот документ? Это не они мне выслали, этот документ я получил через свои связи, и он со мной связывается после этого, и опять в таком красивом тоне доброго парня хочет мне помочь, и тогда я уже ему предъявил свои... ну, рассказал, что я об этом думаю, я сказал, зачем ты меня обманываешь, возбудив на меня дело, в общем, у нас с ним не получился разговор, естественно, он меня обвинил в том, что я плохо о нем думаю, на самом деле он очень хороший парень, в общем, не получился разговор, как бы поругались, я сказал, что мне помощь в улаживании моих вопросов с Кадыровым его помощь не нужна, я ему сказал, ты прекрати то дело, которое ты возбудил, и этого будет достаточно, с Кадыровым я как-нибудь сам разберусь, в общем, поругавшись с ним, у нас этот разговор прервался, после этого он вывел на меня своего подчиненного, который, в отличие от Дашаева, очень мягко, очень красиво уговаривал меня приехать, поговорить с Дашаевым, он там тебе поможет, он здесь чуть ли вот прям такой уважаемый человек, его Кадыров слушает, он тебе поможет, пожалуйста, поговори с ним, я все эти переговоры выложил в сеть на своем канале, обнародовал их, и... они по-чеченски, кстати, да, но с русскими субтитрами, то есть я перевел это все, я, естественно, не купился на эти разговоры, его звали Рустам, якобы, он так представился, этот его подчиненный, и сказал, что он ведет мой розыск, дело, розыскное дело, я сказал ему, что мне неинтересно, чтобы кто-то там улаживал мои дела с Кадыровым, я сказал, вы возбудили дело, вы его прекратите, и этого будет достаточно от вас, на что он мне говорил, без тебя мы не можем его прекратить, но я знал, что если без меня его можно возбудить, значит и без меня можно его прекратить, к тому же они прекрасно понимали, что все те показания, которые они выбили из моих друзей, и моего двойерного брата, что они также могут пригласить этих ребят, чуть-чуть поменять, сказать, что там неправильно их поняли, что там что-то было, ну в общем, это было не проблема, но задача была не в том, чтобы прекратить, задача была меня привезти, и тоже выслушаться перед Кадыровым, и получить по плечу. И начиная с апреля я дал несколько интервью на чеченском, на русском для радио, и затем для телеканала Дождь был еще видеоматериал, и это все, естественно, было опубликовано на моем канале, но еще блоги я не вел, то есть какой-то такой активности не было, но я уже заявил, что вот есть я, что мои права нарушены, что я нахожусь в Грузии, что никакой я не Сирии, что то, в чем меня обвиняют, это все неправда, то есть я это уже как бы опроверг с самого начала. И естественно, тем самым я уже закрыл себе дорогу, во-первых, закрыл себе дорогу, и тут я уже стал врагом не просто Кадырова, Ислама и Дашаева, тут я уже вышел на уровень, когда в республике самым тяжким преступлением является не терроризм, не ИГИЛ, не уезд в Сирию, а открытое высказывание своего мнения против власти в Чечне, против Кадыровской, то есть открытое противостояние этой власти, когда человек заявляет, что там что-то непорядочное, что это на самом деле не самый стабильный регион в России, в самой лучшей стране мира, то здесь возникает. То есть это самое главное преступление, и я совершил это преступление, и я понимал, что уровень теперь моего противостояния уже не с Исламом Кадыровым, вопрос вышел за пределы его, и он уже его не уладит. Но выхода у меня не было, потому что если бы я тогда этого не сделал, то вряд ли я уже сегодня смог бы кому-то доказать, что я не верблюд, что этот верблюд никогда не был в Сирии. Начинаю вести переговоры с прокуратурой Чеченской Республики, и я записываю, естественно, все разговоры с ними. А веду я переговоры, потому что они мне не отвечают на письма. То есть я пишу в Генпрокуратуру, Генпрокуратура отправляет в Чеченскую Республику, Чеченская Республика не отвечает. И я уже звоню им, и под запись начинаю у них требовать, чтобы они ответили на мои запросы. И все эти разговоры с ними я начинаю публиковать на своем канале. И тут появляется реакция от прокуратуры Чеченской Республики. Переговоры с ними набирают 80 тысяч просмотров за несколько дней, и это для Республики это очень много. И они понимают, что это стало таким общественным достоянием. И они дают официальный ответ на сайте прокуратуры. Что так-то так, в связи с распространившейся в Ютубе записью некого там Тумсу Абдурахманова, прокуратуры Чеченской Республики, провела проверку. Ну, в общем, естественно, не нашла никаких нарушений возбуждения уголовного дела. Я такой плохой уехал в Сирию. И там проходит информация, что я еще в феврале 2016 года принято решение о передаче меня в международный розыск по линии Интерпола. И тут я, увидев эту информацию, захожу на сайт Интерпола, забиваю свою фамилию и нахожу там себя в списке разыскиваний. В общем, ну, это, конечно, гром был среди ясного неба для меня. Это... для человека, который никогда никаких выступлений не совершал оказаться в списке Интерпола, это... это было очень... ну, потрясение было такое. И... И опять-таки, я не имел понятия теперь, что с этим делать. Не знал, как с этим работать. Я сразу же сообразил, что надо официально опровергнуть для начала. И вот тут я записал свой первый видеоблог. Еще не опытно, вертикальная камера. Я... я изучил хорошо это постановление и увидел, что в нем они допустили свою фатальную ошибку из-за своей неграмотности. К счастью, чеченская полиция из-за того, что они привыкли работать, привез, током побил, выбил показания и отправил в суд. То есть у них вот так работа. И, соответственно, какие-то навыки сыска отсутствуют в принципе. И... и поэтому они даже фабриковать грамотно не умеют. И они там написали так, что якобы я, значит, восьмого пересек границу с Грузией и теперь на данный момент нахожусь на территории Сирии в рядах из этого террористической организации ИГИЛ. И настоящее время, то есть это время, когда составлен это постановление, а вверху была дата, что он составлен, он был 12-го, по-моему. Да, 12-го составлен он был. А у меня на эти даты было железное алиби, что я не находился ни в какой Сирии, а в это время я пересекал границы Казахстана, Грузии. У меня были штампы 11-е, 12-е, 13-е. То есть эти 3 дня я мог доказать, где я нахожусь. И я делаю видео, в котором я показываю эти штампы паспортов, доказываю им, что... Ну, показываю в прокуратуре, говорю, что вот, как бы, вот так надо изучать дела и вот так должна работать прокуратура, а не как вы. И выложив это видео, это был первый мой, как бы, так я вошел в эту жизнь блогера, да. Сделав это, я потом связался с некоторыми людьми. Мне очень сильно помог наш чеченский беженец, который оказался в свое время еще более тяжелой ситуацией, чем я. Он был очень сильно запытан. Он, кстати, имел позитив в Польше, затем уехал в Финляндию, сейчас он находится в Финляндии. это Ломаев Муса, связавшись с ним, а я знал, что он тоже был в Интерполе, и он мне тогда свел меня с одним адвокатом, с которым я по сегодняшней работаю. В Чечне? Нет, это не Чечне. Этот адвокат, ну он российский адвокат, но живет он неважно где, в общем, не в России. В общем, этот адвокат, ну это очень оказался серьезным профессионалом своего дела. Мы с ним очень быстро, то есть я узнаю о том, что я в Интерполе вот 1-го, по-моему, февраля, а по-моему, 12-го февраля, точно не помню, но вот буквально через больше, чем недели, там чуть-чуть времени, ну около 2 недель, мы отправляем полный пакет документов в Интерпол, уже от моего имени, в котором я говорю в комиссию Интерпола, я обращаюсь и доказываю, что обвинения выдвинутые против меня в России не обоснованы, и что на этот момент, когда они меня обвиняют, я находился там-то, там-то, вот-вот-вот, и я готов к любому взаимодействию, нахожусь вот здесь, по такому-то адресу, не скрываюсь, и вот, товарищи, это я оперитель, да, 11 апреля, мне позвонил мой адвокат и сказал, зайди на сайт Интерпола, забей свою фамилию, я забил свою фамилию и не нашел ее в списке разыскиваемых лиц, но никакой информации от Интерпола еще не было, но просто меня там не было, и он тогда мне сказал, мы не знаем, что они приняли, какое решение, но то, что ты пропал с сайта, это уже хорошо. Да, по-моему, 20 числа, или в начале мая, я не помню, я получаю от Интерпола второе письмо, в котором они пишут, что мистер Тумсо, мы, значит, на весь период рассмотрения вашего дела мы вас сняли с розыска, ну, то есть, дело еще рассматривается, мы его просмотрели, сняли у вас розыска и передали его там в высшую куда-то инстанцию, какой-то там секретариат, наверное, ну, вы более высшая инстанция, да, и они сейчас уже будут утверждать, снять вас розыска или нет, но на весь этот период вы сняты. И этого для меня уже достаточно, то есть, дороги для меня открываются, чтобы покидать Грузию, то есть, я уже не в Интерполе. Отправив брата, я еще какое-то время находился в Грузии, готовился тоже куда-то выезжать, выбирал маршруты, выбирал страну. В общем, из тех возможностей, что у меня были, из того выбора, я посчитал, что Польша наилучшей. Почему не Германия? Почему не Германия? Потому что Германия на тот момент уже задержала очень многих чеченцев по запросам России и уже выдала на тот момент чеченцев по запросам России. И это меня, это меня очень сильно, понимаете, для меня был важен вопрос безопасности от выдачи, а не каких-то материальных выгод там. Мне не это было интересно. И среди чеченцев очень распространено мнение, что Польша не выдает чеченцев. Если уже их сюда взяла, то уже не выдаст. То есть, если взяла, не выдаст. И даже, когда я сюда ехал, даже было такое, я был убежден, что даже не депортирует. Но, правда, Польша в этом плане меня быстро разубедила. Еще как депортирует, в закрытом лагере, в котором я находился, при мне произошел один депорт одной семьи чеченской.